Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. 18 ноября состоялось официальное открытие Амурского центра, опережающей профессиональной подготовки. У нас сегодня в студии находятся два заместителя директора Амурского ЦОП Максим Викторович Зинченко и Ирина Владимировна Тюрина. Здравствуйте! Я вас поздравляю с таким серьезным началом. Я так понимаю, что открытие центра все очень ждали, потому что как только объявление появилось в социальных сетях и в новостных лентах о том, что вы набираете слушателей по различным направлениям, тут же, мне кажется, вам стали уже обрывать телефоны, верно? Да, телефон постоянно у нас... спрос очень большой. Это хорошо. Ну, давайте теперь будем постепенно рассказывать о том, что же такое Центр опережающей профессиональной подготовки. Ну, кому ближе эта тема, про Центр? Ну, давайте тогда, начинайте, Ирина Владимировна. Амурский Центр опережающей профессиональной подготовки – это автономная некоммерческая организация, которая создана в результате проекта, выигранного Амурской областью по нацпроекту образования. И сегодня это в статусе автономной некоммерческой организации, где существует как учреждение, организованное Амурским государственным университетом при поддержке правительства Амурской области в лице Министерства образования и науки Амурской области. То есть, насколько я понимаю, такие центры, они вообще по стране сейчас организуются, да? Мы здесь не единственные. В 2018 году прошли конкурс 40 центров, 20 центров, а вообще их будет около 50 по стране. То есть, вот следующая волна конкурсов прошла на 2020-2022 год создания этих центров. В первой волне мы были единственным вузом, который участвовал в этом конкурсе. Во второй волне таких организаций уже больше. Максим Викторович, ну я так понимаю, непростое все равно дело было это все отстоять, да? Отстоять свое право. Ну да, дело непростое, потому что главная задача центра, то есть, с одной стороны, это учление подготовки. Подготовки по, ну, есть такое понятие, называются они короткие программы, да, рассчитанные там на определенные. То есть, максимум до 6 месяцев. Но задача центра не только в подготовке, да, задача центра на самом деле, она более широкая. Это с момента определения потребностей в кадрах для региона, да, с учетом прогнозирования этих моментов. И вот уже под эти потребности осуществление подготовки. Ну, я так понимаю, что это следующий этап, да, который сейчас находится в процессе. Сейчас ведутся переговоры. Вот с кем, в частности, ведутся переговоры? Расскажите. С кем уже общаетесь? Владимир, скажи, вчера буквально. Да, вчера мы начали работу с Сибур, по их заявке. Все это очень непросто, это сложно, потому что организация определяет те потребности, те компетенции, которые для их работников нужны. А уже центр подыскивает организацию образовательную, которая может реализовать это. То есть наши программы могут реализовываться не только на базе, там, организации учредителей, но это любая организация образовательная, которая обладает материально-технической базой, ресурсами кадровыми и так далее. То есть главное найти вот под эти запросы какие-то конкретные инструменты, да, как это реализовывать? Да, те ресурсы, которые могут быть реализованы. Самая главная задача ЦОП именно состоит в этом, потому что из названия, то есть опережающая профессиональная подготовка, то есть мы должны готовить по современным стандартам, современным технологиям, на современном оборудовании. А есть у нас действительно вот эти возможности, потому что тут задумываешься. Ну кроме того, что есть, наша задача и инициировать создание таких условий. И еще одна очень большая такая задача стоит, это блок профориентационной работы со школьниками, блок профнавигации с людьми, которые находятся в предпенсионном возрасте, и вообще взрослое население, которое может или хочет поменять свое профессиональное направление. Потому что широкие очень задачи и проектов, которые готовятся, которые реализуются уже очень много. Ну хорошо, давайте тогда про эти проекты и поговорим. Максим Юрьевич, расскажите, пожалуйста, в настоящий момент, кто занимается уже, хотя вот открытие только недавно, кажется, было. Ну в данный момент мы реализуем два проекта. Один проект – это обучение, переобучение предпенсионеров, людей предпенсионного возраста. Он реализуется в рамках нацпроекта «Демография». В данном проектном, в принципе, мы занимаемся, ну еще так, до открытия ЦОПа начали готовиться. На сегодняшний день у нас уже обучено более ста человек. Началось. Да, и параллельно мы запустили второй проект – это получение первой профессии для школьников. В советское время была такая система УПК. Да, вот, на мой взгляд, ощущается такой некий возврат вот в ту сторону. Мы уже переговорили со школами, пока вот мы в этом году охватили только микрорайон. А вообще, в целом, это будет распространено не только на город, даже на всю область. А как так? То есть это уже не на базе вашего центра будет? Не, почему на базе центра? Нет, смысл какой? То есть площадки, на которых проходит обучение, они будут разные. Да, то есть это может быть и подвоз школьников, например, это может быть, будет выезд площадок. То есть мы это будем смотреть. И уже в следующей неделе мы планируем, что ребятишки начнут заниматься. Вот буквально сегодня мы составили расписание, отправим его в школы. Вот ребята будут к нам приходить заниматься по разным компетенциям. То есть это современные компетенции, WorldSkills, да, вот это новое современное движение. Ну что там? Какие конкретно направления? Уже сейчас в ходу. Сейчас, ну вот по школьникам, например, это предпринимательство, он получит рабочую профессию, например, агент коммерческий. Это, например, веб-дизайн, это графический дизайн, вот это системный администратор и IT-технологии. А еще лабораторный химический анализ. Ребята все получат рабочую профессию, то есть с правом уже вот работать непосредственно. То есть после прохождения курса они уже могут в принципе работать? Да. Вот это да. А сколько времени длится курс? Ну, то есть понимаете, у нас расчет ведется такой, то есть эта программа, она измеряется смыслами в часах, но эти часы мы, допустим, можем либо выдать их за два месяца, а можем выдать, например, там за шесть месяцев. Здесь мы, конечно, стараемся построиться под ребят, потому что… Как они, в каком темпе будет? Да, конечно, это потому что новый проект, мы все понимаем. Нюанс в чем? Что там заниматься могут только 10-11 класс, то есть после 9 класса. Давайте готовиться к экзаменам, да, это такой непростой момент, я понимаю. Да, 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 поэтому вот будем регулировать. Но тем не менее, очень интересные направления, я так понимаю, что, Ирина Владимировна, будут расширяться как-то потом вот эти вот направления? Вторая волна набора у нас пойдет в январе после новогодних каникул, это будут охвачены другие школы и, может быть, мы выйдем на регионы. Это будут добавленные компетенции, естественно, мы ведем переговоры с нашими учреждениями СПО колледжи, с нашими вузами сейчас будем выходить. И те, кто изъявит желание и будет обеспечено ресурсами всеми необходимыми, мы будем заключать договоры сетевые и реализовывать. То есть мы будем опрашивать школьников, что бы они хотели, и под их заказ и наши возможности расширять компетенции. Естественно, мы будем ориентироваться на тот заказ, который делает регион. А какие профессии нужны, какие востребованы, актуальны сегодня и в ближайшей перспективе. Смотрите, этот процесс действительно непростой, под каждую специализацию нужна свою программу учебную, свой учебный план. Как это у вас происходит? Вы как-то отдельно все это создаете с нуля или же есть какие-то готовые программы? Расскажите, пожалуйста, Максим. С одной стороны, есть готовые программы, то есть движение WorldSkills они разрабатывают свои. Мы можем брать их для реализации, но тем не менее мы также можем разрабатывать и свои программы. То есть у нас есть эксперты WorldSkills, которые непосредственно принимают участие, они составляют эти программы. Мы также можем их согласовывать с WorldSkills для дальнейшей реализации. В чем получается большой плюс? В том, что при разработке программы принимают участие эксперты движения WorldSkills. То есть они находятся как раз в этом самом тренде необходимом для того, чтобы дать все это на современном уровне. Не могу не спросить, вот такой параллель с УПК провели. Раньше УПК было обязательно абсолютно для всех школьников и доступно. Вот в рамках вашего центра реально вообще хватить всех? Ну, всех, вот с одной стороны у нас есть определенный показатель, да, который мы должны выполнять. И на сегодняшний день это обучение для ребят бесплатно. Вот, да, конечно, у нас есть как бы небольшое ограничение, вот, больше за рамки которого мы, допустим, сегодня пока не можем выйти. Но в дальнейшем этот процесс будет, возможно, может быть, он будет на оплатной основе, но это очень такой долгий проект. То есть это на перспективу еще много всего будет происходить. Я надеюсь, что вы к нам будете приходить еще в гости, рассказывать о тех новых направлениях, которые у вас появляются. Они наверняка будут и в большом количестве. Спасибо вам большое за интересную обучение. Я напоминаю, что сегодня с гостях был Максим Викторович Зинченко, заместитель директора Амурского ЦОП, и Ирина Владимировна Тюрина, заместитель директора Амурского ЦОП. Вы смотрели в центре. Внимание, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова